Амстердам, день второй. Отличный план, мне нравится. Сегодня в Бодро-Веселой с новыми силами мы идем на экскурсии, самостоятельно придуманные по городу. Сначала пойдем в торговый центр, завтракать и придумывать планы. Мы в амстердамском метро. Здесь пока никого не было, мы наконечные, но пришли ребятишки. Только выйдешь из метро и уже красота. Так, памятник, памятник. Вот это, наверное, вот это, да? Да. Должны от него пойти куда? На пути к нашему завтраку мы идем по такой классной улице. Я надеюсь, меня слышно. Ветер задывает, конечно. Но она такая узкая. Такая красивая. Давай зайдем. Если бы ты сегодня на шоколаде приклеивался, на миду скажем о чем-нибудь. Похоже, мы пришли туда, куда хотели, в торговый центр. Зашли с Машей попить кофеечку. И я иду за камбучей. Вот она моя камбуча. Холодильнический. Я сейчас попробую. Холодильнический. Капучино, здесь ты. Вот здесь сидим мы. Вы видите нас напротив. А там молодой человек делает Маше какой-то баул вкусный. Это блюдо, в котором много-много всего полезного будет лежать. Салатик, кеноа и все такое прочее. Да, вот старается. Уже принес на вкусный кофе. И это камбуча. Это камбуча, ребята. Я ее люблю. Чайный гриб. Приятного аппетита. Давай с шотов начнем. А думаешь? Ты пробовал? Надо прям хлопнуть. И прям согрев пойдет. Смотрите внимательно. Давай, Маш. До дна прям сразу. Хорош. Хорош? Отлично. Сейчас я буду пить. Так, ребята. Bottom zap. За здоровье. Это лимон и имбирь. Очень полезный джинджер-шот. Бодрит. Outfit of the game. И смотри, Маш, какая экспозиция с инсталляцией. О, класс. Очень классный туалет, конечно. Очень стильный, современный. Все тут автоматическое. Но заплатили мы за него 1 евро в торговом центре в туалет. 80 рублей. Пролуешься? Да. 80 рублей? Мылица. Я просто... Ну, 1 евро, это кажется, совсем немного. Если вот так переводить в рубли, и в каком-нибудь московском торговом центре туалет стоил 80 рублей, я бы возмущалась. Он бесплатный. Вам нравится мне платный. Купли 10-20 и больше. Берут. Прилучайте за покупками в Москву. Там туалет бесплатный. О, вот, да, тебе? Да. Пожалуйста. Я нашла этот магазин, который я штудирую онлайн. Вот он здесь. Премиум Аутлет представлен. Маш, это Аутлет. Вот почему он мне нравится. То есть здесь прям скиденьки. Но тут фишка в дизайнерских, конечно, вещах. Я купила себе сувенир из Амстердама. Это солнцезащитные очки в этом магазине. enjoy, мне желают, и я обязательно это буду делать. На третьем этаже дорогого центра мы присели в кафе с прекрасным видом. Класс. Какая красота. Класс. Да. Сегодня 8 марта. И так получилось, что 8 марта у нас выходит, начинается с шопинга. Мы просто попали на такие улицы, где очень много интересных магазинчиков. Например, вот тот, который за мной, Andada Stories. У нас в Москве его нет. Я зашла, посмотрела, у нас ассортимент. Очень прикольный. Стокбольм ателье. И в сак. Пытышность. Рядышко. В пыточную. Не сходите в пыточную. Пойдем дальше гулять, смотреть. Очень классно. Шопинг 8 марта. Это, наверное, то, что понравилось для другой девочки. Ой, как красиво, Маша. Очень красивый, похожий день сегодня. Светит солнышко, голубое небо. Прям классно. Вчера тоже так все начиналось. Пытышная. В Амстердаме. В пыточную мы не пойдем. Прекрасное небо голубое. Это что-то морская тема, да, Маш? Морская тема, старинные все эти штучки, да. Очень много магазинчиков, специализирующихся на чем-то. Одном конкретном. Например, вот какой-то... Какая старого морского волка кофта. Да. Вот здесь есть English Bookstore. А вот это башня какая-то классная. С 1620 года. Тут стоящая. В английский книжный не пойдем? Не надо нам. В английский книжный сейчас нет. Ну, по этой лучи, или попаду, и накорчиваются так, чтобы не пустить шли. А МТАКСИ, смотри, какая штучка старина. Я как в пазуху. Вот здесь продаются бургеры. В таких ясечках. Да, и тут сразу горяченькие раскладываются. А ты можешь заплатить, да, и взять. Самообслуживание. Мы находимся на площади Ремпранта. Вот это вся она. Здесь ему стоит памятник, наверное. На свет контровой не очень хорошо видно. Но площадь вот такая. И Маша меня зовет. На трамвайку? Нет. Я по карте смотреть прогрессиваю. Давай. Завтра проходим сюда местным. Порос тонул. Да. Мы проехали сейчас чуть дальше от центра. И здесь вот появились уже такие машины. Более широкие проспекты. А вышли мы ради этой мельницы. С трамвайчика. Вот такой вот хочу велик трехколесный. Трехколесный? Да. Он такой классный. Смотри, багажничек сзади. Канал и мельница. Канал и мельница. Очень хорошая погода. Она живет в долгой. А вот здесь за этой мельницей находится канал, на котором стоят дома на воде. Ты смотрела на передачи, в которой люди рассказывали и показывали, как они живут в таких домах. Классно. Видеть их вживую. Что вот они. Эта машинка очень типична для Амстердама. Мы ее много где видим. В разных цветах. И люди прямо на ней ездят. По маленьким улочкам в центре города. Детишек, сколько ты в таком видел? Четыре? Ребетенка помещается. Интересно. Машинка маленькая. Цветочный магазин. Мы идем по такой спокойной улице. Здесь столько разных офисов, магазинов интересных. Стильных очень. И мимо нас проезжают. Люди на велосипедах разного возраста. И так умиротворенно здесь. Здорово. И погода такая теплая. Ветра нет. Какая-то такая прям приятная улица. Идешь и приятно. Мы решили в русский кафе зайти. Откроется в апреле. О, серьезно? Давай. Да, это был большой фаут. Это был большой фаут. Мы зашли на фермерский рыночек. Здесь очень много всего. Фруктов, овощей, свежего хлеба. Охлажденной рыбы. И вот здесь есть традиционная селедка с луком и маринованным огурчиком. Маша, хочешь попробовать селедочку? Селедочка традиционная. Она тает во рту и не очень соленая. Можно же ее где-то вот здесь, наверное, купить. Вот она, селедка, похоже. Креветки, грибочки. Вон там сырок. Маш, а я не дошла до сыра. Сейчас я дойду до него, ладно? А колбаска тоже есть? Да. Это вот я люблю такие маркеты. О, сыр, сыр, сыр. На фермерском рынке оказались очень вкусные сыр, авокадо. И я взяла попробовать креветки. Креветки готовые, баночки в коробочке такой. И сумку за евро мы решили взять с Машей, чтобы не таскать пакеты, которых накопилось уже очень много за сегодняшний день. Рядом с супермаркетом такая небольшая набережная. Ну, мы идем дальше. Да, Чайка? Чайка, hello. Такой интересный дом. Где живут люди у каждой квартиры, у каждой квартиры свой подъезд. Со шторами они не заморачиваются, даже днем. А мы направляемся сейчас к мосту. Вон какие велосипедики еще есть. Вы видите, да? Вот такие еще велосипеды бывают. О, это я иду. Мы дошли до моста Питонова. Вон там мост такой изогнутый. Он называется Питоновым. Идем с Машей вдоль канала. И Маша правильно заметила, что здесь просто чудесные домики с отдельно стоящими подъездами. Трехэтажные домики. Окна огромные, выходят на водичку. Гаражное парковочное место у каждого подъезда. Там вот, например, лодка какая-нибудь припаркована, чтобы кататься по каналу. Живешь и кайфуешь. Ну здорово, да. Правда здорово. Вот название улицы, на которой нам понравится квартира. Мост Питон. Мы нашли его. Лавочка, малина, перекус. Питоновый мост. А вот этот автобус, на нем мы поедем в центр. Сейчас, скоро. Мы купили билеты. И на следующем катерочке мы с Машей отправимся. Путешествие, экскурсию по каналу в Амстердам. Разменяешь, да, Маш? Ну если скажут, что карты нет, а на следующем. Вот, в следующем поедем мы на следующей лодке. Классно. Ну, через 20 минут. О, я первая на лодочку. Мы сели на кораблик с Машей. И нам на входе выдали вот такие наушники, которые втыкаются в специальное отверстие рядом с нашим столиком. То есть, это нам, наверное, рассказит. Не бывает. И мы с этим наушником, поэтому носите с собой всегда влажные салпиточки на море. Я тоже ей воспользуюсь чайниками. И будем слушать про всякую красоту вокруг. Как раз для лодки. Капитан Камадуча. Часовая прогулка на кораблике начинается. Это детский центр для лодки и техники. Большим количеством интернативных выстроек. А это центр современной музыки. Это пристройка. Бимхоз. Бимхоз. Как правильно он читает, если я не понимаю. Там слушают джаз. Вот это башня. Адамстаун. Там находится смотровая площадка. И на нем же находятся те самые качели. Очень высокий аттракцион. Паша там будет скачаться иногда вечером. А теперь он там? Нет, нет, нет. Это современное здание. Здание правосудия. Амстердам. Здание правосудия. Мы сейчас с Машей находимся в центре Амстердама. Мы вышли из кораблика только что. И хотим отправиться к королевскому дворцу. Нидерланды это королевство. И я так понимаю, что туда, куда мы идем, там находится королевский дворец. Вечерний Амстердам. Мы подходим к центральной площади. Я не знаю, центральная она или нет. Здесь трамвайчики. А вот здесь правее сейчас будет королевский дворец. И я так понимаю, что вот это он и есть. Но вот это вот здание впереди. Это королевский дворец. Вот он. Королевский замок. Ура, мы дошли. Вот, пожалуй, на этом замке я сегодня завершу свой влог. Амстердамский. Очень классный день. 8 марта у нас получился. Сейчас мы пойдем в какой-нибудь супермаркет. Возьмем с собой еды. И поедем в отель. Перекусить и отдыхать. Потому что завтра будет новый день. Новое приключение. В Амстердаме. Круто. Всем привет из Амстердама. Я амстердамский единорожик. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Пока-пока.